Доброго времени суток с вами волковак в общем посмотрел вчера я новый сериал от netflix ведьмак хотел сразу записать свое мнение об этом изделии но решил подождать день потому что изначально были только какие-то междометии ничего внятного и не мог сказать причем междометия матерные в общем тут надо пройтись по порядку по всем местам где обосрались netflix они обосрались везде абсолютно во всех аспектах съемок сериала они обосрались я не знаю как так получилось то есть если бы это были любители у которых нет денег которые на голове энтузиазме у них там не было бы создателя этой вселенной в консультантах я бы понял но блять это же netflix у них денег куры не клюют так они сами заявили что бюджет огромный что они могут себе все это позволить они два года два года они его снимали и в итоге высрали говнище ебаные уж извините здесь без мата не так потому что но это просто пиздец я не знаю как это нормально охарактеризовать там все плохо и дело в том что уже существуют фильм и сериал по ведьмаку польского производства 2001 и 2002 год там штука в том что он снимался как сериал потом из этого сериала нарезали фильм показали сначала фильм кинотеатра в 2001 а в 2002 выпустили сериал на тв но это старая схема так периодически делают чтобы больше денег смогли вот там бюджета не было да никто не спорит обычно люди делают те у кого нету бюджета чтобы побольше заработать там принимали участие польские актеры права на данные экранизации совковским были проданы не полностью судя по всему денег не хватило даже на все права либо он запросил большую сумму и поэтому там нагнали от себя просто потому что на некоторые книжки прав просто не было а чтобы связать историю воегина нужно было было ну иметь права на эти книжки либо придумывать от себя в итоге они придумали я не скажу что там было очень много плохого потому что я всей душой люблю как фильм ведьмак так и сериал польского производства там есть свои недочеты недочеты в основном в идиотизме ну в от себя тени но я же объяснил почему они это сделали второй недочет многими считается это компьютерная графика очень низкого порядка который там очень мало и и там на весь сериал примерно четыре вставки с графой все остальное это нормальные съемки плюс аниматронные чудовища сделаны из папье-маше ну честно говоря когда это в 2011 смотрел по телеку договорился 2011 в 2001 когда я смотрел по телеку по каналу один мне не показались компьютерные спецэффекты и аниматронные чудовища а также видео костюмах мне они не показались плохими ну я тогда не был присыщен как и все мы мы не были присыщены компьютерной графикой и отличной картинкой нет я понимаю все смотрели терминатора еще 90 тем не менее нужно было учитывать что это поляки и что у людей нет денег так вот сейчас я буду сравнивать частично польский сериал и сериал от насчет актеров и ролей с этого начнем все все видели за два года я уверен все пересмотрели разные трейлеры по ведьмаку смотрели на сайтах подбора актеров и наверное многие негодовали по этому поводу по поводу того что скажем так актеры не подходят на свои роли ну товарищ супермен в роли ведьмака еще более-менее ему его загримировали неплохо и костюм скажем так ну самый хороший ему выбрали конечно потому что в драться с толпой народу или чудовищами в обтягивающих штанах это мягко говоря не очень удобно но тем не менее вверх костюма именно стеганую куртку проклепанной ким так заклепками более-менее нормально опять же фактура в некоторых боях геральд говнище и грязище ну нормально графика тоже неплохая именно которую которые рисовали до самого актера а вот все остальное это молоко вот молоко все как в морском бою молоко потому что все остальные актеры не на своих местах либо вообще не подходит на роль нет в каком-то плане мы шаву на своем месте но я бы так не сказал поскольку в польском сериале на мы шавура выбран над натурально дед такой лысый дед короче с бородой и в принципе он хорошо справился с ролью а здесь ну выбран не совсем скажем так дед а просто хороший актер но тем не менее внешне ну скажем он лично мне не похоже на мошавура книжного опять же дело в том что каким-то раком так получилось что они netflix они экранизировали книжную серию при этом отталкиваясь от игровой поэтому у них геральт весь ходит накачанный и здоровенный как коном хотя все знают что все кто читали книжки те знают что ведьмаки это такие люди ну это мутанты и они не совсем люди и из-за этих мутаций они выглядят внешне как живые мертвецы вот как трупы живые бледные худые жилистые но никак не накаченные зачем супермен с усами качался для того чтобы сыграть ведьмака то есть более накачивал мышцу я не понимаю ему на диету надо было бы сесть перед этим перед этой родине чтобы наоборот быть более щуплым насколько это в принципе возможно но видимо решили вот так сделать ведьмака накачивать ну ладно чтобы наверное привлечь фанатов игры ну хорошо некоторые говорят правда что хорошо что они не напортачили с подбором коня в виде плотвы ну блин как мне кажется подобрать коня нужной расцветки это не прям очень сильная задача такая сложная это легко делается просто идешь и выбираешь коня нужной расцветки чем проблема но учитывая что изначально княжну цериллу хотели сделать чернокожей здесь как бы ну это как говорится не в пизду не в красную армию потому что это именно то выражение которое сюда подходит геннифер если польском сериале тополь польская актриса ну соответственно там все со славянской внешностью все польские актеры и они подходят на роли вот ты веришь что это чародейка там который под 70 лет и ну такая умудренная жизнь а здесь чародейку который под 70 лет вот вас ну в основных событиях ведьмака сыграет девушка который 20 с небольшим она просто визуально не похожа ну как бы ее не гримировали она слишком молодая для этой роли то есть если бы ее анюча лотру поставили на роль трис покрасили бы и волосы в каштановый подошло бы идеально было бы потому что как раз три с книжках она такая молодая и там как бы все круто вокруг того что она одаренная вот она слишком рано стало чародейкой могущественной а тут получается какая-то херня но она просто не подходит в опять же в сериале трис меригольд играет женщина которая на вид напоминает 50-летнюю гадалку из цыганского табора вот как то так по-другому это никак не воспринимается это не трис меригольд это но цыганка гадалка из табора но это не чародейка и опять же в сериале за каким-то хером трис меригольд чародейку которая является магом огня сделали магом земли вот кто это объяснить кто-то может это объяснить вообще то есть в этом сериале плюс только один ровно это то что показали то что до сих пор нигде не светилось не в польском сериале с фильмом не в играх только книжках было как итог книжках как бы только полу намеки шли или раскрывалось это не полностью то есть добавили немножко отсебятины но в рамках вселенной показывалось как маги защищались ну защищали северное королевство от невгарда невгарда но опять же почему-то всех пожелать денег я извиняюсь за спойлер но нет ну это можно посмотреть но лучше этого не смотреть просто это просто полный пиздец вместо того чтобы трис меригольд которая получила ожоги там груди из-за жесткого боевого истощения можно так сказать поскольку она много сил приложило что пожечь там армию не только она там куча магов была здесь все маги слиты вышла одна янифер и сажала нахрен всю армию класс супер вот это идея классная Зачем там показали Молодые годы Денипер Где она там была горбуней и кривой А потом то как она Переродилась в красивую черонику Зачем это? Кому это интересно? Причем в подробностях Я не понимаю Я понимаю, что Зачем это было сделано Но кому это интересно То есть это с художественной точки зрения Было сделано, чтобы более драматизм Чтобы показать насколько Сильная личность у Денипер Что она без наркоза Перетерпела очень жестокую операцию С собой Но Почему Зачем это было снято И показано так, как показано Кому это было интересно? Нет, может ради извращенцев каких-то Я не знаю, есть люди, которые любят Такое смотреть Мне не нравится такое смотреть Далее Ну, допустим Цирилла Нежна Цирилла из Цинтры Она же Цири Блин Дело в том, что на момент падения Цинтры Цири 6-7 лет Вот этот период Она маленькая девочка И ее должна играть Маленькая девочка И там Как бы Весь трагический ситуация Чтоб Цинтры Были вырезаны все И только выжила Маленькая Цири Которая оттуда сбежала Ее играет актриса Которая на вид 2-15-17 Ну вот Внешний вид Ее Как она смотрится Она Ходит Бродит Ей навесили в напарнике Абсолютно Несуществующего персонажа Из книжек Потому что этого персонажа Не было Темнокожего Эльфа Ну Причем Подростка тоже Честно Я Читал Всего Сапковского Ну По Ведьмаку Все рассказы Все книжки Плюс фанфики Причем не по одному разу Потому что иногда Что-то забывается Я Читал Другую фэнтези Я нигде Никогда Ничего не видел Чернокожих эльфов Ни разу Нигде не встречал Чернокожих эльфов Плюс Учитывая Что Сапковский Это славянская фэнтези Изначально То есть Отталкивались Со славянской фэнтези Где у нас Негры водятся Я не знаю Может кто-то знает Скажите Я хотел бы узнать О стране Среди славянских стран Где водятся негры Причем местные Не приезжие А местные Потом Дриады Которые Среди которых Тоже Чернокожие Но это еще было Полгоды Поскольку Дриады В конце своего Существования Существования Бракелона У них был Дефицит кадров И они набирали Детей любых Но дело в том Что в мире Который придумал Сапковский Люди Внешне похожи На негров И на арабов Живут тоже Просто не на Этом континенте Точнее не на Этой местности Где Происходит Событие ведьмака Они живут В Зарикане Зарикане Это что-то Среднее Между Африкой И Средней Азией В нашей Реальности Вот на земле И Вот там Живут Арабы И негры Ну то есть Те кто У нас Считается Арабами Они там Там жарко Там тропики Там пустыни Там живут Разные племена Другие Абсолютно Чудовище Все другое Но это где-то там За горами За лесами В книжной серии Нет То есть Есть Зарикане Она вспоминается Там купцы Оттуда приезжают В игровой серии В первой части Есть Зариканский Мак В сериале От Нестис Какого-то хуя Появились Чернокожие Эльфы И Чернокожие Дриады Дело в том Что Дриад Всегда путали Ну часто путали С эльфиками Из-за Белоснежности Кожи И невероятной Красоты Тут такого Не скажешь Показывают Дриад Дриад Это сборище Каких-то Не совсем Уравновешенных Женщин По-другому Это не скажешь Причем всех Оттенков Конфигураций Но самое главное Это хрен с ним С цветом кожи Как бы важно Но не очень У них Забрали луки И выдали им Копья И арбалеты Вся фишка Дриад в том Что они засыпают Рогострелами То есть Бракелону Ни один мужчина Не может подойти Ну только С их разрешения Без разрешения Не может подойти Ни один мужчина Тот кто пытается Их засыпают Просто Тоннами стрел Просто Тучи стрелы Всех поражают Все Потому что Дриады Они превосходные Лучницы Они с детства Пользуются луками Они сидят На деревьях У них зеленый Компляж Их не видно Но Настоящий арбалет Откуда Они у них Как они их сделали В условиях Где максимум Что ты можешь сделать Это лук Или какой-нибудь Нож Из Кости Животного Все это Максимум Что ты можешь сделать Откуда у них Арбалет Почему у них Копья Они в ближнем Бою не могут Они в дальнем Бою В этом смысл Ну Здесь тоже Забили на каноны Забили Допустим Фрингилья Вига Чародейка Которая Прислуживает Инверу Императору Нильгарда По Волшебству Видимо Вжог И стала Негритянкой Причем Мотивы Ладно Она просто Негритянка И все Просто Если бы У нее Показали ее Мотивы Почему она Действует Так Именно Как она Действует В сериале То было бы Еще понятно Ну Хотя бы Персонаж Был бы Интересный И как бы Можно было Забить бы На каноны Как это Часто делают Но нет Она все делает Просто Потому что Ну Просто потому что Делает она Больше Не из-за чего Нет Никакого Объяснения Почему она Все это делает То есть Ей приказали Или Она злая Потому что Почему она Злая Почему она Уничтожает Все что Видит Ну Не объяснено В сериале Ноль информации Нет Возможно Во втором сезоне Объяснят Которая Через год А то через два Но к этому Времени Все уже Все забудут Я день назад День назад Посмотрел сериал Я уже Не помню Что там было То есть Я хорошо знаю Что происходит В Ведьмаке Я помню События Которые Показаны В Ведьмаке Польского Производства 2002 года Я помню Все из книжек Но что в этом сериале Показывали Детали Я уже забыл Ну забыл А это из-за того Что повествование Интересным образом Построено Дело в том Что Там всего 8 серий И каждая серия Это час Плюс-минус Пару минут Там первая Серия Это по-моему Час 8 минут Вторая серия 53 минут Но в целом Час Часовые серии И вот Дело в том Что По какой-то Неведомой Никому причине Создатели Из Нетфликса Решили Каждую Часовую серию Запихнуть 4 временных Линии То есть Ты смотришь Минут 10 Одна Временная Линия Основная В которой Происходит Событие Ведьмака С самого Начала То есть Все начинается С драки Ведьмака В Ну Геральта С Кегимарой В болоте И опять же Многие хвалят Музыкальное сопровождение А вот я его Не похвалю Музыку писал тот же человек Что писал ее Для игры И видимо Он очень Очень хотел Либо его попросили Сделать музыку Похожей на игровую Но у него Не полностью Это получилось Из-за этого Музыка очень странная Но она странно выглядит Слышно Что она хочет Напоминать Игровую Боевую музыку В момент Драки Но она Именно Напоминает Но Не ложится На происходящее То есть В начале Олень Олень Олененок даже Какого-то хрена Забыл на болоте Честно Олени обычно В лесу торчат На болоте Ну да ладно Тут из пучины Морской А точнее Болотной Выпрыгивает Кикимора И на ней Чуть ли не Верхом Висит Гераль И начинается Боя Начинает Играть музыка И эта музыка Ни к стену Ни к городу Она вот как-то На фоне играет Но она не подчеркивает Схватку Сюда Хорошо подошел Старый добрый Металл Вот металл Под такое Ложится Идеально А тут Просто не подходит Ну не подходит Музыка Я не знаю Как они Затыкали этот момент Что ли Или они так думали Что вот Фанаты игры Посмотрят Скажут Вау круто Как в игре Нет не скажут Потому что в игре Круче И в этом плане Плавный перейдем Критической составляющей Потому что Она тоже важна Причем в контексте Временных линий Дело в том Что графика В сериале В одних моментах Хорошая В других Хреновая Например Неплохая графика Именно неплохая Прорисован Дракон золотой Чуваки Из канала Икс Дилейт Обосрали И его Но мне То как он Нарисован Понравилось Я не искушен В хорошей графике Для меня До выхода Ведьмака 3 Лучшей игрой В графическом плане Был в сталке Поэтому Мне человек Так сказать Старой закалки И Графика Для меня Не главная Но здесь Дело в том Что В некотором Смысле Графика Должна Подчеркивать Все происходящее И делать его Настоящим То есть Сражение С Кикиморой В польском сериале Было сделано С помощью Аниматронного Чудовища Вот Опять же Бюджеты Низкие Тогда графика Много стоила Но Она была Сделана Так Что Ты Верил Что Чудовище Нападает На Геральта А У Netflix Геральт Дерется С компьютерной Графикой Это Блин Видно Это Видно Что Это Компьютерная Графика Графика Уровня 2009 2010 Года Где-то Так Причем И раньше Была Более Ну Ранее 2010 Были Хорошие Фильмы Использования Графики Остров Майкла Бэя Там графика Настолько Плетина Хорошо Что ты Не видишь Что это Графика Ты как бы Знаешь Мозгом Но ты Не видишь Это Ты Смотришь Фильм А здесь Это Видно Так Вот Из-за Таймлайна На Которых В одном месте Геральт Дерется С Вначале Дерется С Кикиморой Потом Все Перескакивает На Другой Другой Временной Отрезок Где Молодая Йеннипер То есть Событие Показано Еще до По ходу Рождения Геральта Потому что Йеннипер Старше Геральта Лет на 20-30 Потом Все это Переносится Опять Во временную Значит Во временную Ветку Событий В Блавикене Геральт Привозит Кикимору Потом Это все Ускакивает На Бой Центрийцев С Нимгардом Потом Цири Где-то Шатается По лесу Причем Актриса На вид 15-17 лет Играет Девочку 6 лет Вот это Класс Вот это Супер Если бы я Понял Если бы взяли Эту актрису На роль Взрослой Цири И события Которые Показаны Были Ну В последующих Книжках Там Где уже Геральт Обучал Цири Это было бы Нормально А тут Блин Это Это Просто Ебаный Пиздец И Весь Часовой Часовую Серию Вот Идут Такие Скачки Из-за этой Каши Ты не понимаешь Что происходит Когда эти События Происходят А самое главное Когда Ну Я понимаю Что этот сериал Могут посмотреть Люди Которые вообще Не знакомы Со вселенной Абсолютно Ну вот Я разговаривал Сегодня с одним Чуваком На эту тему Он сказал Что его Знакомая Незнакомая С вселенной Видимака Вообще Посмотрел Сериал И ей нормально Ну я не знаю Я привык Вникать В то что Происходит На экране И дело в том Что если бы я Не был знаком С сериалом Я бы вообще Ни хрена Не понял Потому что Из-за того что История скачет А не развивается Нормально Постепенно То есть Гера Приехал Лавикин Привез туда Кимору Поговорился С Тригобором Порубал Банду Рэнфри Вроде все нормально Вот это Вместите все В одну серию Подряд Можно Можно Но На этом Сказали Нет нельзя Это будет неинтересно По какой-то причине Кстати Резня В Блавике Это единственная Боевая сцена Которая получилась У них хорошо Красочно И вот такой С хорошим темпом Все остальные Боевые сцены Это отдельная история Потому что В одной из них Геральт с Йеннифер Дерутся против Банды Головорезом Защищая Яйцо Золотого Дракона И Блин Скажем так Геральт Аард Отсылает В далекое Путешествие Кучку народа При этом Свою Йеннифер Йеннифер Маг Сражается В ближнем бою С Киржалом Я не знаю Как это То есть Спрашивать Почему Очередной Рад Я уже не хочу Ну Вот такое Сняли Из-за того Что рваное повество Они Нихера Непонятно Что происходит Из-за того Что забили на каноны Причем У них в кармане Был сам Сапковский Который Блин Их консультировал Но Опять же Он дал интервью В котором Сказал Что ему Очень хорошо Заплатили И что ему Похер на судьбу Геральта И всей Книжной вселенной Ну В принципе Сапковский Человек Который очень любит Деньги Ему похер на Все остальное То есть Он Писатель Хороший Человек Это другое дело Тут же ничего Не попишешь Но В сериале Испоганили Все что угодно И главное Хвалебных отзывов Кучи Опять же Зашел я На АМДБ И там Одни хвалебные отзывы Негативных Очень мало А это значит Что Сериал Удался Сезон Удался Через год Два Выйдет Второй Сезон Гинсун Все Вообще В днище Единственное Плюс Что уволили Нахрен Костюмеров Которые Придумали Латы Жабо Для Нитгарда И в следующем Сезоне Нитгарда Будут Нормальные Это радует Все остальное Не радует Сериал Полный Пиздец Там Всрали Все Ну Все Всрали Многие Говорили Какая Красивая Графика На общих Планах Горящие Цинтры Она Ни хрена Некрасивая Я такую Графу Видел Стратегии Первого Десятилетия 21 века То есть Это раннее 3D Которое Ну Не очень Красивое Скажем так В заставках Естественные То есть На это Смотреть Блин Без слез Невозможно Причем У них Были Деньги Они Призласили На главную Ролю Звезду И Не надо Отмахиваться Мол У них Мало Деньги А нахрена Тогда Звез приглашать Вот Зачем Взяли Бы Людей Мало Кому Известно Вон Игра Престолов Так и Сделала В свое Время В первом Сезоне Снимались Люди Не особо Известные В Мире Актеры Там Кого Играла До Матери Драконов Соответственно Мать Драконов Да Хрен Я Знаю Потом Кого Играл Аквамен Опять Да Хрен Его Знаю Он Конан Сыграл В 2011 До Этого В сериале Звездные Врата Его Видели Но Так Особенно Никому Неизвестен Не Был И так Все Актеры Они Стали Известны Благодаря Сериал А Это Показывает Качество Планку Качества Сериала Самого А здесь Взяли В Большом Количестве Неизвестных Актеров И одну Звезду Мол На звезду Все клюнут Ну хорошо Вы всрали Деньги На звезду Видимо На графику Нормальную Деньги За этого Не хватило Зато Хватило На Закупку Галлюциногенов Для сценаристов Которые Под ними Наверное Придумали Такой сценарий А на Собковского Они тоже Хер забили Они просто Для галочки Его наняли Что У нас есть Собковский Поэтому Фанаты Пожалуйста Отъебитесь Он Одобрил То что Он одобрил Это не значит Что Продукт Получится Хороший Или просто Хорошо Заплатили Вот и все Ну В принципе Это все Что я хотел Сказать Может кто-то Это посмотрит Хотя скорее всего Нет Но все равно Может кто-то Посмотрит И поймет Что Ведьмак От Местерикс Это говнище Ебаные Блин И недостойная Просмотр До свидания